Ну что, девочки, мальчики, сегодня не очень добрая нейроведьма, просто она предупреждая, что действительно могут быть всякие искры, и из этих искр реально может разгореться пламя, ну как бы хороших, добрых людей, но не коснётся. Ну в общем, не очень добрая, не очень хорошая, не очень ваша сегодня нейроведьма будет немножечко вас раскатывать, потому что название расклада, ну это низкая самооценка, да, как вот существует огромное количество всяких таких смешных шуток в интернете, да, из серии, что у меня высокая самооценка, да, мы будем оценивать наших сомов, у кого, собственно, сом, да, с высокой самооценкой, у кого-то не очень. Буду работать на двух колодах, и вот, собственно, слёзно попросил дед использовать его колоды на совет, я говорю, ну хорошо, окей, потому что, в принципе, я изначально выбираю хоррор, а хоррор, знаете, там, если уж даёт советы, но с таким, знаете, из-под тяжка, да, с неким троллингом, потому что сама по себе колода как-то так задумана, да, то есть там такие персонажи, которые, ну, не знаю, мне кажется, что сегодня прям абсолютно в унисон, а я как бы не очень добрая, поэтому сегодня именно, вот, как-то так всё, знаете, сложилось, я как бы стала с поганым настроением, вот, тренировка мне там как-то сильно настроение не подняла, потом ещё как бы ливень, ну, короче, всё это наложилось, наложилось, и я такая позволила себе тут выпустить немножко своих этих теневых этих демонов, а они как-то обратно чего-то не спешат пока, скорее всего, нравится, понимаете, всем романтично гулять под дождём и чего-то кого-то пытаться задеть. Так, ну, я не буду использовать, опять же, для своей, да, выгулот демонов, короче, вас, потому что мне это неинтересно абсолютно, я чё-нибудь другое, и других людей попадутся мне под горячую руку. Просто я предупреждаю, что если я немножко буду язвить, я объяснила, почему так происходит, потому что как бы нерва ведьма, она не невожитель, она живой человек, у неё тоже такое может быть. Но между тем, я знаю, как преобразовать злость в ресурс, и я чё-то прям такой очень прям хорошо собралась. У меня вчера был очень интересный разговор с подругой, и мы вытащили просто инсайтов много, а я, знаете, прям чувствую себя реально властелином мира, да, когда вот говорю вроде очевидные вещи, у человека прям инсайт такой, почему мой психолог это не видит, или почему-то мой дежурный таролог этого не видит. Я говорю, я не знаю почему, но просто мне кажется, что вообще тебе очевидные вещи говорю. И вот, собственно, на волне вот этого обмена энергии, я говорю, слушай, ну как бы поскольку это мой близкий человек, я как-то, у меня всегда были сложности с вот этим обменом энергии, потому что вроде как, да, огонь, вода и медные трубы вместе прошли, и как-то наша дружба не испортилась. И для меня это ценно, потому что, ну, на протяжении моей жизни мне очень часто люди отваливаются, я от них отваливаюсь. И вот мы там проработали моменты, которые касались там её проектов, я ей объяснила, почему так получилось, что... Она, короче, их решила закрыть, а потом, значит, обиделась на то, что партнёры не упомянули её там в какой-то презентации, ну, в общем, смысл был в этом. И она говорит, вот они поступили как-то нехорошо. Я говорю, ну, подумай о том, что ты решила их закрыть, получается, ты забрала энергию, ты пошла на расширение, да, вот, а то, что тебя не упомянули, ну, согласно вот этому проекту, просто означает, что тебя там нет, ты просто забрала оттуда энергию, а ты это расцениваешь как какое-то предательство. Хотя его, по сути, не было, то есть ты сама изначально принимаешь решение, что тебе там неинтересно, это выросло, да, тебе тут же предлагают, вот как только у тебя эта связка, да, а как бы твои желания, твои возможности, энергия, ты запустила процесс идти в космос, вселенную, неважно, там, лично там диспенза там тебе настучала по голове, вот, и у тебя начинаются другие события. И чтобы ты не залипала, тебе, получается, они хоть отсекают, да, и когда вот, ну, тебя просто через зеркало показывают, что, возможно, ты не была готова как бы, да, расстаться с этим всем, либо просто то, что тебе не упомянули, это был какой-то личный момент обесценивания, обесценивания, чтобы легче было отпустить этот проект, потому что, когда мы что-то обесцениваем, по сути, мы это лишаем энергии, понимаете? Подумайте об этом. Вот сейчас кого-то прямо инсайд пробьют, я сейчас такая сижу, такая офигеть, да, но это на самом деле так, обесценивание – это лишение энергии. Когда нас обесценивают, получается, как забирают нашу энергию, да, это такой рейдерский захватники. И вот, собственно, мы, видимо, с этими рейдерскими захватами будем разбираться. То есть, да, если вот мы эту ситуацию уже создаём, самое главное, что её можно рассоздать. То есть мы что-то выбираем, мы действительно можем свой выбор перевыбрать. И это делать достаточно легко, когда у тебя достаточно гибкие, натренированные нейронные связи, да. Это ровно такая же история, как с гибкостью наших суставов. То есть мы приходим первый раз на йогу или растяжку, да, нам крайне сложно тянуться, это дико больно. Ну, у кого-то травмы позвоночника могут быть, да, у кого-то просто мобильность суставов не развита. Раз от раза ты понимаешь, что ты вот уже там рукой до ноги достаёшь, да, или там больше можешь там простоять в какой-то планке, потому что у тебя пресс начинает становиться более крепким, да, и ты вот уже прям чувствуешь, что там не очаровательный такой женский животик, да, а что-то уже какие-то мышцы. Вот ровно такая же история с нейронными связями. То есть мы, по сути, их тренируем на протяжении жизни. Но вот когда действительно у нас вот этот вот коннект, кто-то называет это коннект с творцом, кто-то называет это какие-то квантовые изменения. То есть, ну, по сути, как бы суть одно, это значит, что мы понимаем примерно, что творится в нашем бессознательном, да, собственно, мы отслеживаем, да, какой выбор мы делаем каждую секунду времени, и мы его отменяем, да, и переписываем. Это крутяк, понимаете? Это просто, ну, мне кажется, высшая школа пилотажа, да, в моменте всё это отследить. Вот ровно такая же история с низкой самооценкой. Мы сейчас раскопаем причины низкой самооценки, и мы просто ваш выбор отменим, мы его немножко перепишем. Если уж колоды деда позволят нам переписать, возможно, через какую-то аффирмацию, возможно, через какую-то мантру. Я уж не буду скрывать, что у меня достаточно своеобразные методы работы. И, ну, собственно, я как бы на волне вот этих вот всех инсайтов, что там мы там ей какую-то энергию там выточили, я тоже там кайфанула в своих процессах. Вот, я попросила, говорю, слушай, ну, уже нужен какой-то обмен. А накидай, говорю, мне литературу, которую ты сейчас читаешь, потому что она очень круто пошла в расширение, просто максимально круто. И я еще как бы отследила инсайты, что с человеком происходит в расширении, но я это буду делиться, правда, только в личных болталках, потому что там немножко тема формата 18+. Вот, и она как бы испугалась, что она ушла в низкие вибрации. Ну, а там, собственно, все не так. Потому что, ну, намекну, когда мы через практику расширения начинаем работать с собой, у нас может реально возникать легкое ощущение неудовлетворенности, это очень похоже еще на сексуальные импульсы, да, сексуальный голод. И абсолютно логично, что нас будут считывать, да, как желающими действительно какой-то инстинктивной истории, каких-то, понимаете, моментов краткосрочного наполнения энергии, да, в том числе еще и через секс. То есть, ну, это, в принципе, уже практики, доски и практики, это еще, короче, миллион лет известно. Вот, но многие боятся, потому что думают, боже, я что-то делаю с собой не так. Или что, я на самом деле какая-то женщина там падшая, то есть, вот, Анна, чего это такое? Я пошла, значит, практику расширения. Блин, она очень крутая. Она реально очень крутая. И как бы я вообще не пожалела, что я дала там ее в болталке, потому что я вижу результаты, особенно те, кто это все практикует. Честно говоря, прям отрывают сердце. Потому что это моя личная история, потому что я срывалась, не практиковала эту штуку. Но когда ты практикуешь постоянно, у тебя реально есть ощущение максимальной заземленности, вы не представляете, как это классно. Потому что максимальная заземленность это не про то, что тебя прибивает, тебе хочется какой-то жесткой еды, например, или там только секс, или алкоголь, или что-то еще. Но люди, которые, видимо, не совсем понимают, что происходит, считают, что заземление, оно на самом деле об этом. Там тупые сериалы посмотреть. Ну, у меня как бы они заземляют, понимаете? Ну, это вот такой момент, когда я слишком отлетела, я что-нибудь какую-нибудь трешатину смотрю. Это мой способ, я что-то тупее не становлюсь. Ну, самоотверждаюсь немножко. Вот. И, собственно, там как бы смысл в том, что, поскольку мы не совсем понимаем, что происходит с нашими энергиями, нас начинают щекотать, понимаете? Нас начинают штормить. Вполне возможно, это может вливаться в пятерку жезлов личную, да, в состоянии вот этой внутренней войны. И люди, когда это считывают, а мужчины уж когда вот, ну, дужанскую такую энергетику считывают, многие это читают, как действительно какую-то конфликтную энергию. Понимаете? А просто мы не даём себе расширяться, потому что для нас это небезопасно. Ну, как это так наша жизнь изменится, да? Как это так мне станет что-то проще доставаться? Это же чувство вины ещё по отношению к маме, к папе. Как это так мне что-то просто так достанется? У меня сама оценка ниже плинтуса, она там где-то проживает на дне океана, да? Вот, собственно, причины низкой самооценки мы и будем с вами искать сегодня. Ну, не серии там, что во всём виновата ваша мама или ваши там, не знаю, школьные друзья, которые жёстко вас абьюзили. Вот, всем, значит, гореть в воду, а вы такая молодец и красавица. Вот, потому что, ну, есть же ещё такие штуки, как оборы на себя, да? А есть ещё такие штуки, что мы принимаем абсолютно всю информацию, которую как бы нам сообщают о нас. И есть ещё такие штуки, когда мы очень боимся, когда нас хвалят, например, да? Потому что для многих, на самом деле, когда нас хвалят, есть ощущение, что вторгаются в личное пространство. Или хочется, знаете, как вот эти шотландские и британские коты, да? Ты его обнимаешь, он так вот лапами тебя отодвигает, потому что у него прям личное пространство, территория, да? И тебе почему-то кажется, что ты просто так не могут хвалить. Что-то обязательно людям от тебя надо. Да, поскольку у тебя интуиция не очень развита, как бы в эту сферу, ты всё это воспринимаешь негативно, потому что, ну, лучше так, да? Лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну, короче, миллион, на самом деле, причин может быть. Будем смотреть, как вы сами себя воспринимаете, как вас воспринимают люди, как воспринимает Вселенная. О, всё, короче, поняла, как выстроить это всё. Давайте уже смотреть, как вы себя воспринимаете, как вас воспринимают люди, как воспринимает Вселенная. Возможно, колода деда там даст какой-нибудь совет. Ну, посмотрим. Потому что она просто лайтовая сама по себе. Вот для меня как бы по энергиям, по пониманию, да, там происходящего, она такая лаконичная, очень лайтовая. И, в принципе, я могу её использовать именно для совета, да? То есть какие энергии необходимо выровнять. Каким образом вы это будете делать, это уже ваша личная, да, история. Но это, на самом деле, всегда очень крутые практики, когда ты что-то можешь поменять вообще. То есть вот эти вот энергии Ямага ты тогда прям чувствуешь на себе. И тогда это ощущение какой-то кайфа за проделанный путь. Как вы помните, сверхъестественным? Мне всегда очень нравилось, как начинался этот сериал, да, особенно после, по-моему, пятого, там, шестого сезона, когда вспоминали пройденный путь. Это уж нифига себе, какие мы крутые, да? И мир спасли, соответственно, да, и там как бы и с кровли подружились вообще, и что там только не было. Вот, какие мы реально крутые. Так вот и здесь, конечно, возможно, мы будем посмотреть на наш пройденный путь. Я не знаю, конечно, что будет у нас в формате советов. Это я только пока собираю информацию вокруг, чего мне витает, я всё это озвучиваю, тем самым это всё оживляю и делаю возможным для проявления в пространстве. И пусть как бы вас вот эти фразы не смущают абсолютно, потому что сейчас скажете, Аня, вы вроде как этот нейроведьмой, что пребываетесь там вот этих всех, этих квантовых, этих эзотериков. Ну, на самом деле, в своё время я же изучала ещё там трансперсональную психологию, там же очень много вот этой всей квантовой истории, да и как бы магия, квантовая физика – это очень прям близко, близкие такие понятия, просто как-то я немножко перестала скрывать, что мне очень интересно материализация энергии. Всякое разное, понимаете, в события, в людей, в прошествии, в вселенной, деньги и так далее. Мне очень интересно материализация энергии. Вот я сейчас это всё очень активно изучаю, практикую, и, собственно, делюсь с вами результатами. То есть, как бы не было результатов, я бы вообще это всё не озвучила, не делилась бы инсайтами с вами достаточно личными. Но там, где я вижу результаты, понимаю причинно-следственные связи, магические, психологические, всяко разные, наверное, можно сказать, что это кейс. Как бы я готова этим поделиться, потому что я понимаю вообще, как это всё происходит. А когда это ещё происходит у разных людей, на протяжении разных периодов времени, ты понимаешь, что это реально уже кейс, то есть, это такая рабочая тема. Её можно в книгу запихивать и создавать по ней, не знаю, какие-нибудь семинары, вебинары там или ещё что-то. То есть, как бы, наша жизнь, она постоянно нам подкидывает, да, всякие такие кейсы. Ну, то есть, там, где мы можем стать мастером. Там, где мы можем стать мастером. И это тоже, на самом деле, плюс самооценку. Почему нет? Как вчера тоже мы общались, ну, я не знаю, не могу, конечно, сказать, что это прям супервизия была, потому что для помогающих практиков, мне кажется, это немножко другой формат должен быть. Но, опять же, с человеком, которому я доверяю, потому что там психология, магия. Вот, я поделилась с результатами клиентки, а они, как бы, абсолютно спонтанные, но я понимаю, что на этих результатах рушат своё прежнее представление о себе, как бы её прежние опоры, но при этом это то, чего хочет душа. И я, как бы, спадаю в ступор, потому что у клиентки был запрос вообще на другое. И я такая думаю, вдруг я действительно там, ей могу что-то поломать сейчас. Такие энергии мощные пошли. Мы такое вытащили, такое вытащили. И когда разговариваю с психологиней, она говорит, ты понимаешь, говорит, что тебе страшно, что ты действительно, возможно, человеку душу там исцелила. И у меня прям какие-то мурашки достаточно неприятные, потому что точно не моя степень ответственности, я туда не полезу, но при этом я об этом слышу многократно, и я это, знаете, для меня это как белый шум, я не хочу это воспринимать. Вот я как иерофанство не воспринимала, так и для меня вот эта вся история, что я могу что-то кому-то исцелить на уровне прям каких-то высоких эмоций, там, да, души, я это не принимаю. Ну, я знаю, что нитки вероятностью судьбы меняются, но так мы их сами меняем. Мы просто рушим как бы старые эти, да, наши нейронные дорожки и, собственно, плетем новые. Поэтому меняется будущее, да, меняется линия вероятности, мы меняемся, мы начинаем зарабатывать больше денег, кто-то выходит замуж, понимаете, кто-то осуществляет там свои мечты. Очень классная практика, я им давала в предыдущем раскладе, работала на колоде деда и там попросила в третий вариант озвучить желание. Ребята, вы крутые, я знаю, что у кого-то из вас точно желание исполнится, потому что там такой хороший коллективный вайб, такая волна пошла. Это классная тема. Не бойтесь просить, не бойтесь там заявлять о себе, не бойтесь сами просто выполнять свои хотелки. В этом нет ничего страшного, но кроме того, что освобождается у вас еще больше энергии. Вот об этом практика расширения. Вот поэтому может быть ощущение какой-то неудовлетворенности. Поэтому некоторым сложно идти в проживание арканов, потому что проживание арканов тоже дает расширение. Мощнейшее. И вам не обязательно расширяться снаружи, понимаете, чтобы сопротивляться пространству. Вообще не обязательно. Это тоже очень такая классная история. Тоже считаю, что это кейс, потому что я все-таки нашла вот эту золотую середину, как не расширяться снаружи, если ты сам не хочешь. Но при этом расширяться внутри и впускать больше возможностей в свою жизнь. Вот это магия, наверное, понимаете? Потому что одна история, когда мы путешествуем там по различным мирам и не понимаем послания и просто взрываем мозг до себе. А другое дело, когда мы осознанно меняем реальность. Очень круто. Ну что, давайте выбирать камешек, смотреть нашу самооценку. Я придумала еще. Я вам, знаете, что еще посмотрю? До, после, как вы сами себя воспринимаете, как воспринимают люди и, собственно, как воспринимает вселенная, да? Ну, вашу самооценку. Вот таким образом. Все, давайте камешек выбирайте, а то я забуду, что я хотела. Давайте. Зеленые, оранжевые полосады по-прежнему жду в болталках. По-прежнему могу сказать, что вот те чаты, которые мы создаем, но это лучше вообще, что я видела в пространстве, потому что я приходила в пространство с другим там торологом. Там либо чернуха, либо душнилого какой-то, либо еще что-то. А мы, на самом деле, тратим очень немного сил и энергии, чтобы вам там было хорошо, да? Чтобы там могли обрести семью те, у кого ее нет. Ну, по ряду причин. Кто-то работает, кто-то экспаты, и жизнь приходится начинать с нуля, потому что мне, на самом деле, вот это одиночество знакомо, скажу сразу. Я как бы с этим столкнулась, и в свое время, да, мне не хватало людей, с кем я могу поговорить на эти темы. Ну, как бы благо я сама стала создавать сообщество, вот, когда стала притягивать людей по интересам. Потом это все вырастало, да, в какие-то интересные оффлайн-мероприятия. Вот. Ну, это, наверное, просто я психанула, и пошла, видимо, в эти энергии мага, и снесла какие-то запреты. Ну, вот. Я не призываю, конечно, это делать с нашими болталками, потому что там, как бы, в администрации жесткая, вам там, конечно, не позволят так шалить, но, в принципе, посмотреть, что за энергии, там, где-то набраться сил, где-то набраться опыта, там, на наших экспресс-раскладах у нас есть возможность делать экспресс. Вот. Понятно, что тоже не все там находят вообще язык, потому что кто-то приходит с сильными энергиями, кто-то совсем там почти без ресурса. Кому-то просто нужна поддержка. Вот мы стараемся не давить, не гасить индивидуальность, и, ну, понятно, что есть определенная дисциплина, конечно, где-то мы еще потролливаем над этим всем, так, чтобы это не совсем прям было, да, жестко. Ну, наверное, это своего рода какая-то, наверное, первый класс магическая школа, я могу так сказать, потому что темы мы интересно затрагиваем, да, и те результаты, которые мы получаем, они реально прям прикольные. Поэтому это пространство много для меня значит, да, и поэтому я очень прям топлю, чтобы там было чисто. Вот, собственно, поэтому, как бы, если вам этого не хватает, а у вас есть возможность присоединиться, это подписка либо на Бусти, либо на Ютюб, ну, в зависимости от того, в какой стране находитесь, и, как бы, и какие опции вы хотите от нашей программы лояльности, там, проживание арканов или просто болталка, ну, вот, там, общение со мной периодически тоже, как бы, вся эта история бывает, вот, не всегда я, я, там, делаю эфиры в Инсте, периодически есть какие-то трансляции, например, да, в Телеграм для тех, у кого, как бы, Инсте нет, ну, вот, видите, я с вами на связи, и уже от вас, как бы, зависит, да, как вы уже непосредственно хотите со мной общаться, там, через Телеграмы, там, через Инсту, в Инсте я в Директ не отвечаю, ребята, он мне завален, потому что, скорее всего, я создаю впечатление, да, что мне можно рассказать все, вот, и последний раз я открывала свой Инсту, там было 500 сообщений, по-моему, представляете? Я просто не знаю, с какого года, вот, у меня там сбился фильтр, и я, вот, не все даже могу, короче, увидеть, ну, с кем когда-то что-то общалась, могу увидеть, а новенький, да, крайне сложно пробиться, поэтому в Телеге намного проще. Все, короче, рассказала все технические моменты, сейчас там тоже, короче, придумала прикольную активность на деньги, потому что расклады на деньги вы не очень любите, но я там запустила немножко экспериментальный продукт, это все в болталках, все, как бы, в наших закрытых историях, не буду я ничего выносить больше, как бы, на формат фри, потому что я очень сильно этим всем обожглась, ну, ладно, как бы, это тоже мой, наверное, опыт расширения, и после того, как я обожглась на фри формате, мне как раз пришло решение расширять вас уже непосредственно тех, кто находится в моих группах, помогать вам расширяться, помогать чувствовать новые возможности жизненные, вместе от этого всем получать удовольствие. так, ну все, давайте, зелено-оранжевые полосоты. Самооценка. Длительная такая была болталка, но не должна была быть, потому что мне же надо настроиться, болтухи ваши, да? я вообще чувствую по плотности, что это будет очень плотный расклад, потому что болталка такая плотная достаточно получилась, я хотела, думала, что она воздушная будет, она прям реально плотная, я там немножко вас, по инсайту чуть-чуть, что мы действительно сами просто себя топим, поэтому стал рассказывать вам причину следственной связи, что-то происходило именно в моей жизни с моими там близкими людьми, ни одна бабка сказала, я где-то в книжке читала. Поэтому, собственно, литературой с закрытых каких-то марафонов, семинаров, вебинаров я как раз поделилась в азотерической библиотеке. Так, ну ничего, ребят, давайте, самооценка ваша до. раньше. Сейчас мы честны по отношению друг к другу, пространству, картам Таро. Вот, это работает на прямых позициях, ладно? Ну что, готовы увидеть, какими вы были, да, вашу самооценку? Она, может быть, как низкая, так и не очень. Смотрите, мне здесь показывает человека, который считает, что вот я достоин вроде как и большего, но почему мне не дают, да, собственно, здесь карта императора, здесь изначально очень классный, очень крутой потенциал, да, и на расширение, и на, не знаю, творческие, возможно, какие-то моменты, потому что сама по себе как бы карта императора, она реально крутая. Но мы почему-то свои вот эти вот данные, которые дает нам император, хотите, даже, может быть, вторую нумерологию это можно рассмотреть и по дате рождения, просто вот сама цифра 4, да, сами вот энергии, которые несет карта императора, ну, в этой колоде это, конечно, немножко подвампировающий персонаж, здесь мы сами себя сужаем, мы сами себя, как вам сказать, принижаем, потому что нам кажется, что, то, что нам дают, то, что мы можем взять, мы этого недостойны, либо за это придется дорого платить, да, вот видите, двойка тентаклей, то есть я за это должен заплатить какую-то высокую цену, а вот, да, собственно, как бы высшим силам. Такое очень часто я вижу, например, когда у человека на самом деле дар, ну, магический, допустим, психологический, там, не знаю, то же самое, способности гипноза, к примеру, да, может это генетически передается, кто знает, может психологически, да, может это правда какие-то магические истории, ему почему-то кажется вообще, что он будет за это платить, то есть это не мое, это мне не надо, это чужие наработки, или вот помните, как в фильме «Три тысячи лет желаний» Джин рассказывал одну из историй, то есть он рассказывал там историю своего заключения, я так сильно спойлерить не буду, просто хочу вызвать ваш интерес к этому фильму, потому что вот в последнее время, но это один из немногих, который посмотрел с удовольствием, конечно, я сама какой-то шлаг смотрю, ну вот, ну, я просто очень люблю Тильду Суинтон, я думаю, что присмотреть ее любовников, да, выживут только любовники, потому что в свое время это тоже было такое, для меня вау, вау эффект, и собственно, я хочу, чтобы вы посмотрели этот фильм, потому что я думаю, что тоже натолкнет на определенные инсайты, и собственно там, значит, Джин рассказывал про историю своего заточения, про своих, значит, хозяев, чьи желания он исполнял, вот рассказывал он, что лежал достаточно давно уже там в тайном месте, да, и абсолютно случайно какая-то фаворитка короля, ну, там очень такая гротескная дама, да, объемная достаточно, выходила из ванны, подскользнулась, значит, и попой ударилась и каменный пол, разбила плитку и, соответственно, достала этот сосуд, ну, и, соответственно, Джин в виде там пара, праха, дыма, огня, да, воплотился, ну, и понятно, что вот эта вся история загадывая желания, она говорит, нет, ты типа хитрожопа Джина, мне такой нафтик не надо, возвращайся опять же там на дно босфора, вот, то есть она даже не хотела связываться, потому что, видимо, она дико засала, да, тех возможностей, которым может он ей дать, потому что, возможно, она такая думает, да, либо мне это не надо, либо я не справлюсь, либо еще что-то, почему я это рассказываю, потому что, в принципе, нам вот через вот эти истории показывают, как у нас в минусе проявляются шансы жизненные, ну и меж тем, как бы там параллельно показывают историю, где не так все уж плохо и заканчивалось, только от человека зависело, да, каким образом он использовал шансы, а вам почему-то кажется, что вы за шансы будете платить, да, то есть вы очень боитесь расплаты, но вполне возможно, что это как раз вот, ну, это раньше была ваша самооценка, потому что мы смотрим прошлое сейчас, вот у вас очень жесткая грань между добро и зло, черное, белое, зеленое, коричневое, вы прям дуалисты такие, скажите честно, любите черно-белую фотографию? Тоже немножко поделюсь инсайтами, но это именно, мы предпочитаем черно-белую фотографию, когда нам не хватает резкости и четкости в жизни, даже если это какие-то нуарные образы, понимаете, там эффект пленки или еще что-то размыто, у тебя все равно четкое представление, понимаете, психологический, психологический, так вот и здесь есть ощущение, что вы прям любители черного и белого, да, я не знаю, шахмат может быть, как-то вы прям очень радикально, но это вот такая прошлая позиция, может быть, вы, конечно, сейчас видоизменили немножечко свои процессы, как вы с вами чувствовали, что же у вас там в прошлом-то было с самооценкой? Вроде как бы все хорошо, но дружить со мной никто не хочет, давайте спросим, почему? Мне типа я одному хорошо, мне и так хорошо, а мне типа это и не надо, да, мне это и не надо, что вам-то не надо было? Понятно, потому что если мне надо, я не знаю, как этим пользоваться, ну, то есть смотрите, сейчас приведу пример, дарят вам кофе машину, но там нет инструкции по применению, из-за того, что ее там нет, вы отказываетесь от возможности, которые может дать вам кофе машина, ну, бандальный пример просто, вы отказываетесь от чашки прекрасного кофе с утра, понимаете, когда можно действительно продлить себе, да, там капельку там сна, да, где-то что-то понижится, вот, через этот ароматный кофе, да, включить себя немножечко в иную реальность, просто потому, что там не было инструкции, а вы боялись показаться кем? Дураком, да? Вы боитесь вообще, боялись, наверное, да, потому что мы в прошлое смотрим, что над вами будут смеяться, потому что вы что-то не знаете, да, ребят? Чего за тень тупицы вылезла? Да, вы прям реально боитесь, что над вашими незнаниями будут смеяться, что вы сделаете что-то такое, за что вас там, не знаю, ударят по рукам, побьют, скажут, ты там, у тебя рука жопа вообще, еще что-то, потому что у вас такое было в детстве. Возможно, вспомните случай, например, когда вы хотели маме помочь, там, да, нечаянно разбили тарелку, вот, ну и услышали вообще, что у тебя руки из одного места растут. Вполне возможно, вы в потенциале могли бы стать гончарной гелмастером, но вы уже услышали, что у вас руки с жопы растут. И все, и это закрепляется. Я рука жопа. Я рука жопа жизни. Либо ты пытаешься доказать, что ты не рука жопа, либо вот у тебя все равно это, не лезть, да, потому что я все поломаю, все испорчу. И вот есть ощущение по жизни, как ты, ну, как будто ты слон, да, в посудной лапке, даже если ты маленькая хрупкая девочка-одуванчик, да, или мальчик-колокольчик. Все равно ощущение, что ты как слон. Это ощущение, что как будто само пространство тебя, понимаешь, вытесняет, да, что тебе сложно найти как бы место свое, ну, потому что вот не приткнуться никуда. Просто по той причине, что ты очень боишься, да, что когда ты соберешься, шкатулку, она утащит тебя в ад. То есть ты не знаешь, что это, но у тебя прям заранее ощущение, что какой-то свездец. я не куплю лотерейный билет, потому что вдруг я выиграю миллион, да, какие-то грабители узнают, что мне деньги, меня замочат. Поэтому лучше не начинать, да, нежели богатыми, как бы, ну, нечего и начинать. Вот, это ваша история, ваши самооценки по первому варианту. Понимаете? Хорошо, сейчас что? Есть ли у нас какие-то изменения, я так надеюсь, что благостные? Потому что то, что я вам сейчас рассказала, мы эту историю будем перепрошивать. Можно мысленно представить, я не знаю, красные нитки, грубо шитые, да, там, вот, не знаю, прошлое, представьте, там, в виде какой-то, может, тряпичной игрушки, там, чем-то набитой. И не просто еще с ножницами режете, просто разрываете свою связь вот с этим прошлым. Это не вы. Это был такой опыт, но он мог бы быть другим. Давайте, что сейчас с вами происходит? Ой, что солнце такое злое? Вы сейчас хорошие, понимаете? Вы сейчас себя пытаетесь любить. Но вот это солнце показывает, что вы не умеете или идете, возможно, не тем путем. Делаете не те действия, может быть, привлекаете одобрение не тех людей. Потому что вы все равно остались вот этим ребенком, да, или вот в какой-то прошлой реальности, которая себе не позволяет. Которая реально себе не позволяет. О, это такая, это родовая травма, скорее всего, на десятый контакт. еще ваше самооценка, знаете, в чем может заключаться? То есть у нас же было вот ощущение, что над нами смеялись, да, когда мы же чего-то не знали, когда у нас не было инструкции. Вот теперь сейчас вы тоже можете смеяться над людьми, у которых нет инструкции, они там что-то не делают, да. То есть мы не хотим видеть вот это зеркало, мы не хотим, как бы, видеть, что мы действительно бежим от вот этого ощущения себя, что я какой-то неумеха, самозванец, или я что-то делаю неправильно, да, от меня одни неприятности, да. То есть какие фразы сейчас звучат в голове, они явно не ваши, они чьи-то. Получается, что чьи-то фразы о вас, чьи-то мнения сейчас формируют вашу самооценку? Да я не верю. Я в это не верю, потому что это для меня прямо сейчас определенный дауншифтинг. Скажите мне, что это не так. Все равно, понимаете, вы считаете себя человеком, который все портит. Что же мы боимся вообще этого ктулку, да, из своей императрицы? А что произойдет, если все-таки мы пойдем в эти травмы, если мы все-таки найдем вход, да, в этот подвал, где вот эта вся история случилась? Ну, есть ощущение, что мы хотим забыть просто какие-то негативные ситуации. Нам придется в это пойти. Нам действительно придется пойти в ситуации, где нас обижали, унижали, где действительно нам там не давали слова, возможно. Где нас кошмарили по причине, я не знаю, может быть, это желание контроля над нами, понимаете? Может быть, это действительно сила. Может быть, это причинение морального насилия или физического, какие-то увечья. Потому что здесь низкая самооценка формируется именно потому, что вам запрещали себя любить. Когда мы себя любим, нам достаточно легко утверждать себя в мире. Найти своё место, предназначение, места силы, потому что ощущение, что она тянет как магнит к тем местам, которые дают нам энергию. Потому что мы ещё и своей хотим поделиться. Мы же себя любим, мы же такие кайфовые. Конечно, нужно счастливить пометить территорию вообще, своей энергетикой. А здесь такого нет. Здесь мы сами себе закошмарили. Окей, хорошо. Как видят нас люди? Нашу самооценку. Знаете, вот изначально мы вроде как большой такой потенциал, как это, надежды подаём, да? Подающая надежды, очень талантливый, возможно, человек умный, смышлённый или там ты у нас самая умная типа в семье. Ну и получается, что на нас возлагают какие-то определённые ожидания. Но вот эти ожидания предполагают вообще, что мы скорее всего своими ножками принесём кому-то ништяки. Да? Давайте зададим вопрос, короче, зачем мы это делаем? Потому что, видимо, нет высокой самооценки. Что это нам даёт, когда мы своими ножками, как первопроходец? Страшно, что? Пойти к своей страхе. Мы очень боимся быть ненужными, мы очень боимся быть ненужными, неинтересными, неполезными, вот такое вот всё. Это я вспоминаю свою подругу, когда мы там разговаривали про её бизнес, она говорит, вот ты понимаешь, мне не деньги нужны, я понимаю её потребность, потому что у неё на самом деле потребность приносить пользу, и поэтому она выбирает бизнесы, которые связаны с вот этой позиции, да, как я называю, human to human, то есть это про открытие школ, центров, и она говорит, ну ты понимаешь, я же работу людям дала, то есть вот человека мотивация, то есть она же не всегда про деньги, тем более, если эта потребность как бы закрыта и реализована у тебя, да, то есть там первый, второй уровень маслоу, а реализация тоже в другом, всё, я хочу быть полезной. Ей страшно хотя бы один день провести в каком-то бесполезном ощущении. Нет, она умеет отдыхать и всё это, но ну вот всё равно есть ощущение, что это всё равно всё должно быть полезно, вы очень сильно хотите приносить пользу, и за счёт этого на вас реально ездят. Потому что нам страшно быть бесполезной, забытой, я не знаю, на срединном пути. Потому что, девчоночки мои, мальчики, нам очень часто говорили, ты никто, и поэтому здесь хочется сказать, да как это я никто? А для того, чтобы показать кто, такое ощущение, что ты каждого хочешь догнать и счастливить своим кто. Посмотри, как меня много, смотри, какая энергетика, смотри, как я тут. Вот, но при этом мы ещё сами себя можем бесить по той причине, что нам почему-то кажется, что мы диктаторы, да. Из-за вот этого состояния жертвенности тут прям рождается тиран такой, категоричный диктатор, потому что мы очень боимся в этой восьмёрке мечей оказаться снова, да. Для нас это как откат в яму. Поэтому мы кошмарим других. Есть моё мнение, есть неправильное. Но если всё-таки мы пойдём в те процессы, которые для нас болезненны, мы просто вспомним, что нас обижали, да. Соответственно, для того, чтобы нас сейчас не обидели, мы нападаем. Окей? Окей. Хорошо. Как вселенная видит нас? Так мне нравится расклад. Не потому, что я вот сейчас хочу себя похвалять, а именно потому, что я сейчас в позиции. Ну, я могу себе это позволить, я ничего не думаю. Нет, без травм еще всяких. Мне сейчас просто кайфово причинять добро, потому что я понимаю вообще, что вот оно разрастётся, оно там всё, просто что-то хорошее выльется в таком сейчас состоянии. Так, ну что, мои прекрасные, давайте смотреть вселенная, как нас воспринимает. Будет у нас когнитивный диссонанс или вот такие же мы тут доказывалищики. Знаете, я хочу сказать, что нас условно больше любит нашу тень, чем наш свет. Мы пытаемся показать словно свою светлую сторону, да. В общем, боимся, что видят как раз вот эту нашу теневую. А наша теневая, она прям очень нежно к нам относится. Если можно так сказать, понимаете. Смотрите, какой здесь ласковый дьявол. Давно только его не видел. Так всё-таки действительно от нас хотят материализации, понимаете. Потому что вот, вероятно, мы что-то действительно очень крутое можем перенести в эту вселенную, этот мир, в себя, может быть, да. Посмотрите, как всё-таки высшие силы даёт нам зелёный свет. Ты тут маленькая ведьмочка, маленький чертёнок, маленькая демоница вообще, да. Но ты один из нас. Вот так вот как-то. Прям мур-мур-мур, понимаете. Такое ощущение, что вот эта вся нечисть там сбегается к вам, как эти чёрные коты. И вот они прям ластятся к вам, ласкают. Душу, психику. Что помечла вселеннушка. Знаете почему? Потому что вы говна не делаете. Вы не делаете. Вы прям в балансе находитесь. Вот вы реально говна не делаете. Ну, условного, конечно, потому что... Кто-нибудь без греха, конечно. Может быть, вы как бы понимаете, да, что за свои поступки там придётся отвечать. Или мы боимся одинокой старости, например, да, поэтому как в коммуникации открыто идём. Да, мы тут прекрасно понимаем нашу тень. Вот я вообще не понимаю, что у вас низкая самооценка. Вы настолько с ней дружите, она настолько для вас ресурсная. Смотрите, да, справедливость, как бы луна. Вам, возможно, кажется, что у вас сложные миссии. Но с точки зрения Вселенной вас очень любят. Вас очень любят. Вы прямо на таком почётном месте. На почётном месте просто такое ощущение, что вы не хотите принимать какую-то информацию, настойчиво включиться вам в голову. Ой, короче, информация, слушайте, действительно про то, как дать вам больше ресурсов, как дать вам возможность получать больше. Мы тут себя кошмарим. Немножко оборвала расклад, но так надо, потому что мне надо, чтобы вы немножко зависли, вы же повешенные, прям повисите в этом состоянии. Задайте себе вопрос. А как может быть ещё лучше для меня? И прям поживите в этом. Видимо, это посвящаю, этот раскладок со сбором. Ну, просто самой этой техники не баром. Вот. Я же только ментально сейчас, да? Вообще не могу, конечно. На самом деле сама теория мне нравится. Я не знаю, где, конечно, её взяли. Но прям я могу понять, что, блин, я такие вещи крутые на инсайтил. Такие крутые вещи. Я, конечно, с удовольствием поделюсь. Ну, просто потому что у меня такая щедрая жрица сегодня. Ну, а там уже как бы от вас зависит, как вы это всё будете воспринимать. Начните, пожалуйста, с обратной связи, потому что сейчас тоже у нас произошло какое-то очень важное событие. Возможно, ваш личный праздник. Потому что, ну, не знаю, сеансов 10 походов к психологу, и он точно заменил сейчас. Вы представляете, да? И вы это сейчас вот реально можете for free прям получить из пространства. Понимаете, как вас любят? Если так, вам экономят деньги на затяжные, да, какие-то процессы. Наверное, меня любят, если я могу выдавать информацию у такого уровня в свободном доступе. Вы же какого уровня тогда закрытая информация? Прямо промурашила. Не знаю, как вас. Ну что, двоечки, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Как мне нравится сегодня расклад. По той причине, что у меня ещё финиш. Такие-то, правда, пазлы встают на свои правильные места. 4800 пазлов, чтобы сложить из них личное звёздное небо, да? Какой-то романтик, вы ещё сейчас вас подразмазу. Что-то германтичное. Потому что вот это в башне, да? Привет. Привет тем, кто в башне. Привет, мои Рапунцель. И мальчик, и Рапунцелихи тоже привет. Так, ладно. Смотрите, вот эти три карты в прямых позициях, естественно, я перевернула, чтобы было хорошо видно. А если уж что-нибудь так будет. И это посмотрим в прошлое. Посмотрим, опять же, работу над собой. Потому что вы часто просите расклады на тему, а что изменилось-то? Ну да, кстати, не всегда возможно отследить. А я вам сейчас подарю такую возможность отследить немножечко, что же изменилось. А я вам сейчас подарю. Давайте, что было раньше. А вы брали когда-нибудь чужое? Или вам казалось, что чужое ценнее вашего? Потому что интересная, конечно, карта на самооценку, на прошлый спинтакли. Вот видите, здесь такая отрубленная рука. Я как-то уже рассказывала, что похоже, что это рукавора. Из неё делали всё время амулетой. И, собственно, вот эти амулеты, они, насколько помню, показывали, где же находится клад. То есть это своего рода читерство. Если эта карта выпадает на самооценку и прошлую самооценку, мы очень боимся читерства. Что это такое? То есть мы боимся использовать лёгкие пути. Мы боимся лёгких денег, потому что за это что? Конечно, боженька накажет. Но если не боженька, то, значит, все демоны соберутся. Да, заняться же нечем. И как начнут, тебя наказывают. То есть там может быть лёгкие деньги – это мошенничество. То есть труд должен быть тяжёлым, чтобы он ценился. Понятно всё. Понятно. И то есть на самом деле вот эти очень классные, крутые возможности, которые ты прям действительно принижаешь. И ты много ценного, энергии своей, ещё что-то, да, отдаёшь людям, которые просто её воруют, которые просто безнаказанно этим пользуются. Вот, возможно, я по этой позиции даже немножко себя узнаю. Но, понимаете, я всё это даю, потому что я могу это дать. Я от этого как бы ничего не потеряю абсолютно. Ну, просто всегда меня удивляет, не знаю, такое качество. Я всё просто, видите, очень боюсь и наглость. Я всегда боялась всё видеть и даже не могла отследить, как даже я была наглая, что меня это так сильно триггерило. Вот. Ну, вот, скорее всего, вас это всё пугает, да? Ну, вот, пожалуйста, короче. Хватит, пожалуйста, пашчаш. Но вот смотри, здесь как бы низкая самооценка в том, что тебя действительно могли вырвать результаты твоего труда. Я вообще могу сказать, что у меня там кладбище проектов и в том плане, что меня очень часто воровали идеи, воплощали их, и я такая, знаете, прям с открытым ртом. Было такое, что я там вела клиентов, когда работала в рекламном агентстве, меня подружка вела, то есть мы там с ней чего-то пили. Ну, я имела там какие-то, да, даже там дома что-то, она меня там жаловалась вообще, там был карманный психолог. Напили какой-то винишком что-то, студентки. Ну, что, старше, чем студентки, короче. А потом я узнаю, что она просто угнала клиентов, которых я обрабатывала, всё уже, короче, на финальной стадии. А я, по-моему, тогда заболела, короче. Минус 350 тысяч. Я просто остаюсь без всего, понимаете, что я надеялась на эти деньги. У меня там что-то было типа испытательного срока, только самое начало. И там понятно, что нужно было заработать там себе проценты с рекламной кампанией. А, ну, глаза мне улыбаются, когда, собственно, уже был вопрос подписания сделки, уже непосредственно на контракт, там там документы. А я к этим людям там ездила раз в шесть, наверное, пока я их там, знаете, через холодные продажи. Ну, убеждала, как бы, работать так с нами. Ты просто, как бы, да, меня перед фактом. То есть мне пришлось уйти, как бы, с этого места, потому что элементарно у меня не осталось денег на жизнь. Ну, да, была такая ситуация, да, и мне, как бы, пришлось, ну, не в ночлежках, но, по крайней мере, жить у друзей, потому что это вообще была такая трешовая ситуация. Я просто разом потеряла всё. Ну, вот, как бы, да, возможно, понимаете, вы вообще не даёте никакие плюсы у самооценки. Ты думаешь, блин, что такое лошара? Ты, боже мой, ну, что такое лошара? Лошары, чувствуете себя? Возможно, вы мне говорите там, в моей жизни было бы всё вот лучше, если бы я не был таким наглым, да? То есть мы берём какие-то отрицательные качества людей, которые, как нам кажется, добились какого-то сумасшедшего успеха, ну, или не кажется, добились. Вот, я же не такой пробивной, я же, типа, не такой наглый. Ну, или какие-то ещё качества, да? Хитро-жёлпый, наглый, там, дерзкий, беспринципный. Вот какие-то такие моменты могут быть. То есть у нас такая установка, видимо, что везёт каким-то только конченным людям по жизни, потому что они беспринципные. Но на самом деле это просто негативная установка, потому что мы заведомо выбираем как бы то качество, которое противно, где мы не можем через себя переступить, чтобы действительно не давать себе какой-то новый выбор. Бывает такое, что нам подсвечивают ситуации с беспринципными людьми, потому что мы когда-то тоже сами беспринципно поступили. Бывает такое, что и по отношению к себе, потому что когда вот начинаешь там идти в корневую причину и спрашиваешь человека, где я когда-то, вот помнишь, он говорит, нет, я всегда был там кристально честным человеком. Начинаешь раскручивать, короче, задаёшь вопрос, слушай, а по отношению к себе тоже всегда кристально честным? И ты понимаешь вообще, насколько он беспринципно себя обкрадывает? Вот вы себя обкрадываете. Блин, аж плакать захотелось. Лучше бы я опять про абортированных детей смотрела. Понимаешь? И вот этот момент, когда срываешься перед финишем, ты говоришь, да, мне не надо помочь. И ты действительно можешь уступить. Ну, потому что у тебя самооценка такая. Подвинуться, да, поэтому... Ну, поэтому тебя двигают по жизни. Может быть, двигали. Потому что ты предпочитаешь не конфликтовать, не отстаивать себя, там, свои границы, ещё там что-то. Ну, это твоё прошлое. Мы сейчас будем это всё рассоздавать. Я вот в первом варианте давала практику. Сейчас тоже, да. Представляю, что это вот что-то такое достаточно... Ну, не могу сказать, конечно, что прошлое уродливое. Ну, в общем, через... Ну, не знаю, представь, что это какой-то плюшевый медведь, там, набитый там поролоном. Вот. И он хранит как бы не только хорошее воспоминание, но ещё вот эти вот негативные моменты. И, собственно, все его эти лапы, головы и так далее, да, а это всё пришито большими такими красными нитками. И, собственно, если мы сейчас эти все нитки разорвём, то получается, что у нас медведя не будет. Будут какие-то просто вот эти кусочки, да, а между тем как бы они не имеют, ну, никакой энергии, они не имеют никакой силы, потому что всё. То есть мы рассоздаём это всё. Мы этого медведя там создали, этого уродливого франкенштейна, понимаете? Вот сейчас мы его рассоздаём. То есть это наше прошлое, это мы такими были. Не будем там ужелезть в обстоятельства почему, но мы такими были. Что изменилось сейчас или что мы можем изменить прямо сейчас в моменте? Да, такой момент исцеления. Да, сейчас произойдёт какое-то исцеление самооценки. Отпустите. Отпустите все те ситуации, где вы себя не одобряли, где вы себя не выбирали, где вы себя обкрадывали. Потому что вы их тянете. Вот у вас новая жизнь уже может быть с новыми энергиями, да, новыми качествами энергии. Но вы тянете себя, понимаете, ощущение, что вас обкрадывает по жизни. Серьёзно? Почему-то тебе кажется, что твоя карма, твоя судьба такая. Да? Окей, смотри, здесь выход творческий канал, потому что действительно, знаешь, если бы я сейчас тащила тебе архетип, там явно какой-нибудь гений, потому что ты очень круто реально можешь создавать идеи, материализовывать их. Пожалуйста, не отдавай никому. У тебя реально такие крутые проекты могут рождаться. Твое взаимодействие с людьми, то есть твой способ коммуникации, твой подход к миру, он реально очень прикольный, понимаешь? Он креативный. А ты это отдаёшь просто каким-то, извини меня, тупым людям, ну, потому что их жалко, они тупые, правда? Они тупые, жалко. Ой, это я очень хорошо помню сайт. У меня была девочка-клиентка, которая была стыдна за свою красоту настолько, что она уступала мужчин своей страшненькой подружке. И мы когда-то всё раскопали, мы с ней обе плакали. Не, я такой благотворительностью не занималась, но мне всегда казалось, что наоборот, понимаете? Я вот эта страшненькая подружка. Ну, как бы там тоже была, как это сказать, причина определённая, потому что, ну, когда строгое воспитание, да, и ты понимаешь, что ты уже обладаешь какой-то определённой властью, властью-то внешностью своей. А мне это рано очень начали подсвечивать. И ты реально начинаешь этого бояться. Я потом поняла, что это такое. Это про то, что ты головушкой своей можешь фактически создать любой образ фантома, любую внешность себе. Головушкой, понимаешь? Только от тебя зависит, как тебя будет воспринимать. Страшной или красивой, да? Умным или дураком, харизматичным или там ещё что-то. Поэтому я стала исследовать тему харизмы, потому что я всем доказывала, что её можно вырасти. И даже когда мне в комментариях говорите, что она даётся при рождении, ну, слушайте, ну, какая-то генетическая, возможно. Генетическая харизма, да, есть такое понятие. Я не знаю, особенности воспитания, когда там жёлт потом дует, простите меня, да, и ребёнок как бы растает такое прям, да, с ощущением уверенности там о себе. Или просто как бы вот, ну, такая нормальная история. Но её можно вырастить, харизму можно вырасти, да. Там можно, конечно, её там выделить, что есть разные типы харизмы. Но я сейчас не буду читать вам лекцию на эту тему. Вот, тыгните меня там в моих болталках, я, возможно, что-то вам расскажу больше про вот эту всю историю. На самом деле, как бы, мы же сами формируем самооценку, и да, и можно вырастить харизму. Можно. Можно натренировать тепло, сосредоточенность, внимание. То есть, да, как бы те факторы, которые отличают нас от не харизматичных людей. И ошибочно полагать, что, как бы, харизматичный человек, который просто такой нарц такой. Неа. Харизматичный мы считаем человека, которого нас заинтересовало. Это просто сумасшедший инсайт. Я на этом инсайте всё время, как бы, выстраивала там свои научные такие, знаете, теории, как вырастить харизму. Горшочки. Потому что, да. И когда вот я своих студентов оборачивала из вот этой серии, что посмотрите на меня, какой я классный, а король-то голый, да, по факту. А в человека, который слушает, в человека, который умеет аудиторию держать, который заинтересован, происходили прям перемены. Вы же понимаете, зачем я вам это всё говорю? Потому что король чаш, ребят. Потому что вы не говорите, фу, таким быть. Но между тем, вы сейчас превращаетесь в того или в то, чего вы всегда избегали, боялись, понимаете, и говорили, фу-фу-фу, так нельзя. Так нельзя вообще, я такой личностью быть. Вы превращаетесь в того человека, женщину, мужчину, неважно, а с теми качествами, которые всегда боялись. Другие. Ну что, как вам от этого-то сейчас? Вот тебе, пожалуйста, вот, и ты сам вертишь, на чём хочешь, своё колесо фортуны. Ресурс всё-таки вытащили, да, из вот этого всего, из хитрожопости-то вообще. Вытащили ресурс? Понимаете, вот такое бывает, что тебе кажется, что вот всё же рухнуло, да, но окончательно, как я со своей ситуацией рассказываю, а потом жизнь подкидывает себе. Такой лимонад, такой, понимаешь, текилу с лимоном, и ты из чужой хитрожопости делаешь ресурс, ты их сами как лимонов выжимаешь. Сейчас расскажу вам историю. Ну, без имён, конечно. Сейчас расскажу достаточно аккуратно, потому что это известная история. Мне одна знакомая психологиня как бы рассказывала о том, что она... Я не знаю просто на какой основе, то есть она вела группу в социальных сетях, она выкладывала видеоконтент, она создавала огромное количество полезной информации. Ну, вот. Но я так понимаю, что она владелица не была, этой группы. И, короче, продюсер эту группу продала, потому что она наивно полагала вообще, что новый владелец, если он тоже будет выкладывать контент, да, то есть аудитория будет столь же активна, будет там покупать какие-то продукты, курсы, а аудитория сказала, да нет, нам вот нужна наша прекрасная психологиня, мы к ней привыкли, мы пришли на её харизму, мы её любим, мы хотим покупать её продукты. Ну, и потом в итоге там интересная история, что её нашла потенциальная клиентка, да, с кем они вместе там заключили большой контракт, и, собственно, вот эта вся мышиная возня, там, типа группы, да, там, возможно, как просто как воронка продаж, я не знаю суть, вот. Это просто стало трамплином, да, и вот смотрите, как получается хитрожопости людей на Вселенной показывает, как получить ресурсы. Вроде как тебя кинули, да, вроде как тебе кажется, что всё вот там, это конец света. Нет, там, где конец, всегда начало. Господи, сегодня фразы гениальных людей. Конец, всегда, начало. Ну, такая, знаешь, энергия смерти вообще. И когда мы разбирали эту ситуацию, я думаю, слушай, может быть, потому что тебе это всё надоело, ты хотела расти, тем самым просто опять же закрыла эту историю для себя. А тебе потом через какое-то время, через вот это зеркало ситуации подсветили цены и сказали, смотри, ты на правильном пути, ты делал очень крутые штуки, контент, умеешь там собирать людей. Ты им классный, полезный, вообще они тебя слушают, вообще твои продукты, которые ты продаёшь, да, они реально меняют жизнь людей, если они приходят ещё за полезной информацией. Ты котик мой, что тебе мешает работать на себя всяких партнёров? Понимаешь? Казалось бы, сужение, да, на самом деле расширение, потому что ты сама себя уже из вот этого формата вытеснила. Как я рассказывала, болталки, да, подруга, которая поняла ещё, что ей скучно там вести какие-то свои эти проекты, она их просто передала своим друзьям, и когда они там делали сториз, они её не отметили, они там что-то написали, какие-то сториз из серии, что вот только сейчас мой проект расцвёл и стал лучшим в городе, короче. А то, что вот эта вот подруга, вот эта девочка дала все эти лиды, там, да, там как бы рассказывала, как это всё эти вести, эти мероприятия, её вытеснила. Конечно, она обиделась вообще очень сильно, потому что она посчитала себя бесцененной, но если она сформировала намерение, что она хочет идти дальше, и вот эта вот вся история, из которой вот она переросла, нужно её закрывать, то что на себя обижаться-то? Нужно отпустить с благодарностью, сказать, что, да, ребят, как бы это ваш уровень, давайте занимайтесь. Да. Не, я понимаю, что обидно, да, ощущение, что, короче, тебя обесценили, типа раз, забрали энергию. Да, котик мой, ты её уже забрала. Чего ты от них хочешь-то? Тебе договорённости не было, чтобы они тебе упоминали. Зачем? Если ты не хочешь, ты не хочешь уже, короче, в этом проекте быть, ну, ты пошла уже на что-то больше, на большие деньги, на других людей, другие города условно, другой бизнес. Ты хочешь вообще, чтобы твоё упоминание было обо всех тех бизнесах, которые ты закрыла, продала там или, не знаю, передала кому-то, а зачем? То есть, это получается, свои вот эти вот энергетические сгустки, ну, там, оставляешь, получается, свою энергию, и тебе не хватает на что-то новое, потому что ты там всяк, знаешь, и там, 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 везде, короче, осталось. То есть, на самом деле, вот это вот наша обида на работодателей, на какие-то проекты, где нас не оценили, вот это всё. Мало того, что-то снижает нашу самооценку, это ещё снижает наш жизненный уровень. Поэтому есть такая классная техника забирать свою энергию. Я когда её узнала, я так кайфанула, короче, я сидела, наверное, дня два подряд, просто с перерывами на кофе, короче, потому что я вспоминала всех людей, короче, на кого я обиделась, я у всех забирала энергию. Угадайте, что произошло потом? Правильно, начали отъявляться бывшие, которые, скорее всего, провели инвентаризацию, как бы и поняли, что, видимо, это та энергия, которую я подпитывала, она исчезла. И они стали, видимо, проверять, от кого же конкретно вот эта утечка. Это вот, например, как-то чистки делали, да, и вот эти все крадники, особенно, короче, и прикрывает вот этому чуваку, там, или чувихе, как бы канал, да, что он тебе жрал, короче, прям нещадно. Вот, и он начинает сразу активироваться. В твоей жизни. Он говорят, что после чисток там, да, или там каких-то ритуалов ни с кем не разговаривайте, ни с кем не общайтесь. Я тоже, на самом деле, когда проводила такие достаточно сложные расклады, запрещала вообще общаться. То есть вы принимаете душ, там, пейте сладкий чай, восстанавливайте потерю энергии, потому что мы сейчас пошли с вами через слив, мне нужно вот это говно слить с вас, чтобы он наполнить новой энергией. Поэтому ни с кем не общайтесь, потому что на вот эту вкусняшку опять набегут. А мы что делаем, да, как пошли вообще, да, то в разговоры, то в сплетни, то еще там куда-то, а потом в итоге мы опять слиты. Ну, благо, конечно, что все нам показывает короля чаши и колесо фортуны. Может быть, кто-то реально меня услышал наконец-то. Ну что, как вас воспринимают люди сейчас, интересно? Я сейчас вот прослезилась с купыми материнскими слезами. Вот сейчас те, кого я считаю своими ментальными там детьми, но без вот этого упора, конечно, что я там мамка ваша, да, потому что я ненавижу, когда вот меня там пытаются, короче, ко мне присосаться без сепарации. Я люблю общаться со взрослыми людьми все-таки, а не с теми, кто никак вырасти не может. Потому что люди считают вас себе на уме. Я так рада за вас. Я так безумно рада. Это же вы каналы можете не делить самим, потому что вот все вам. Не надо со всеми этими подружками-щучками делиться, вдруг они тоже прям умными станут, как вы. Серьезно. Потому что здесь такая, знаете, верховная жрица, очень такой закрытый человек, человек, обладающий знаниями. Возможно, это темная жрица. Но понимаете, люди, они всегда будут это все воспринимать темно, если не им, понимаете? Ишь, какая она там, что-то себе. Ешь, она какая эгоистка-то вообще. Или эгоист? Посмотрите, да? Верховная жрица десятка пентаклей. Он все в семье, в кукушечку. Вообще же хобячиха какая. И знает же она вообще, да? Где там чего тут накопать, нарыть. И ни с кем не делится, хитрожопая какая. Чувствуете, что говорю? Как вас вообще воспринимает? То есть изначально я показываю, что вас бесит хитрожопость. Потом вы ее принимаете в себе, понимаете? Да? И сейчас вот вас вот так воспринимают. Это шампанское, дети, петь. Можно безалкогольно, всего в проживании. Потому что со стороны людей, да, вы очень хитрожопая личность. Хитрожопая. И вот это вот, понимаете, ваше... О, я бы, наверное, сказала, тайное, дорогое, элитное свечение. Или там вот это вот ваше послевкусие энергетическое. Посмотрите, как они тянутся. Ну, именно на вашу закрытость. Ну, то, что ваше расположение нужно заслужить, понимаете? Что вы тут не бросаетесь на... Душа нараспашку. Это тоже я. Вот это, говорю, ну, общалась с подругой, там, по видеосвязи, там, свои дела делала. Она там тоже свои. Ну, свидание, короче, собирается. А она этого парня не видела еще. Она как бы такой формат, что она сказала, ну, там, хочу с тобой познакомиться, вот там заеду после какой-то встречи своей деловой. И она, значит, такая собирается, стрелку рисует, она у нее не получается, она психует, там, сывает ее. Она сама по себе внешне очень привлекательная, вообще краситься не надо. То есть есть прям девочки, короче, такие, которые просто, блин, привлекательные. Классные черта лица. Они внешние прям куколки. То есть, ну, а это старается. Я говорю, слушай, ты же его не видела. Вот как ты, вот, думаешь, мужчина там воспримет вот эту ситуацию, что он так вот тебе что-то предложил. То есть я же не сказала, что вы куда-то поедете или там пойдете там, да, чтобы ты там могла подготовиться и там что-то еще. То есть не факт, что он тебя в ресторан поведет. Чего ты вырядилась-то? Накрасила ресницы, заплела хвост там свой шикарный, вышла в трениках, попросила купить кофе, попили на лавочку подъезд. Это тебе не делает какой-то там бомжиха или еще что-то. Это говорит, блин, ну, слушай, у меня как бы свои дела, и я, извини меня как-то, пока я не готова вписываться в твой график. Я как бы тебе не знаю, зачем я тебя должна ждать-то. Да? Смотришь ТикТок, и что они пропагандируют вообще? Девочка на первое свидание собирается 4,5 часа, чтобы произвести на нее впечатление, потому что у него в башке конкуренция и всякие другие установки еще. Не знаю, зачем произойдет первое впечатление как бы на человека, которого ты не видел. Ну, то есть ты просто в своей естественной среде, в своей какой-то оболочке. Если тем более вы не договаривались на какие-то, да, места, которые требуют определенный дресс-код. Поверь мне, он тоже не знает, как одеваться на встречу с тобой. Он тебя не видел ни разу. Он общался там по инсте, да? А может, у тебя там фильтры, и ты совсем не тот человек. Понимаете? Ну, как бы есть ощущение, что вы действительно вот это пороховали, да? Как-то сильно не напрягаться по поводу, что кто-то понравится, еще что-то. Это дико притягивает к вам людей. Что вы не стремитесь нравиться. Не, я же не говорю, что там можно какими-то растрепанными там в каких-то грязных вещах выходить, или это прям наплевательское относиться. Нет. Просто не перестраивайте очень резко свой привычный образ жизни ради незнакомых людей. Потому что пока, извините меня, он ничего не сделал для того, чтобы уже ты себя под него подстроила. Котик. Если у тебя в жизни такая ситуация, извини меня, это 1-0, но вообще не в твою пользу. Давай еще одну карту, что в тебя видят люди. Посмотри, в тебя люди видят алчного, жадного, хитрожопого императора. Какая прелесть все-таки. Это прям замечательно. Ну, они, конечно, смотри, там же зависит от твоих личных границ, да? Потому что при неудачном раскладе вот этими алчными и хитрожопыми императорами, да, станут люди, которые просто присосутся, да, к твоей вот этой посмотри, качественной энергии. Окей? Как же тебя видит вселенная? Двоечка. Короче, я вас буду называть хитрожопой. Поживите в этом состоянии, да, подумайте вообще. Это лисички, наверное, да, такие, которые по себе на уме, или кошечки, может быть. Я понимаю, что про вас могут много говорить за спиной серия себе на уме, там, хитрая, или там, ах, она там прошла полтора курса и уже что-то преподает, или она там открывает онлайн-шкон, или еще там что-то, да, и люди не понимают, на какой энергии вы это делаете. Они не понимают, на самом деле, что вы, скорее всего, оседлали стихию воздуха, и вы очень быстро принимаете решение. При этом чувствуете, что вам выгодно, а что нет. И раньше вот вы таких людей могли назвать ушлыми, хитрожопыми и так далее. Ну так, слушайте, если действительно у вас есть как бы такая вот эта история с материализацией, да, с тем, что вы сразу знания материализуете и применяете, вы реально крутые. Вселенная, как вас видит, это мне тоже интересно очень. Что-то она от вас ждет, да, смотрите, видимо, что мы тут или в него вложили-то. Точно, то есть, есть ощущение, что уже, видимо, какую-то звезду над вами зажгли. Потому что я же не хочу семерку чаш переворачивать. Мне так нравится вообще, что она сейчас перевернута позицией, потому что это действительно означает, короче, выход в реализацию пошел. Из каких-то фантазий, желаний, из вот этого всего, короче, непонятного, вот этого ментала, где вы ротом не можете сказать, чего вы хотите, или там, я не знаю, где вы хотите жить, опять же, да, не можете как бы просчитать свой бизнес-план, или там, куда потратить деньги, там, если они будут, да, то есть, если у нас вот нет действительно вот этой связки материального мира как бы с нашим сознанием, вот это что, ну, то есть, вот этой точки сборки у нас нету, то тогда было бы вот так, понимаете, но нам прям вселенной подсвечивает, вот, смотрите, мы семерки чаш, короче, из вот этого состояния блуждания, да, чего хочу, не знаю, кого знаю, не хочу, выходим в семерку пентаклей, вполне возможно, конечно, что это будет все еще дозревать, потому что это длительный процесс, но опять же, здесь король мечей, здесь человек, который принимает решение, может быть даже жестко, может быть, это лидер, может быть, это бизнес, но это дальновидный человек, и все, понимаете, вот он увидел свою цель, он все это в голове просчитал, ему сильно не надо ни с кем советоваться и понеслась, но мы этого очень сильно боимся, поэтому сейчас вот нам еще показывает, что мы пока ищем учителей-проводников, пока мы еще немножко не уверены в том, что у нас уже есть ответы на наши вопросы, поэтому привет бесконечные курсы, какие-то поиски себя и так далее, но у тебя уже это есть, что конкретно сейчас у тебя есть, что может повысить самооценку, ладно, тут по многочисленным просьбам, тут передаю привет, дед попросил, чтобы я вытащила совет на его колоде, но первым вариантом совсем как бы мне не надо было, а тут я вытащу. Ну что, давайте, король мечей, давайте совет, как развить вот этого или попритянуть свою жизнь, да, вот эти энергии короля меча, короля меча, да, говорю, королей, короля мечей, ой, чем говорю, короля мечей, короля мечей, короля ключей, потому что моей интерпретацией король мечей это ключник, у меня просто личное прочтение арканов, но понятно, что оно опирается все на материальную базу, но я как бы сама догнала, почему ключи, нам предлагают ключи, это взять нам дают и уже, бери уже, вот смотри, у тебя связка ключей, что ты кого ищешь еще, что давайте нам как поднять самооценку-то, я не знаю, что рассказать, потому что белая карта предполагает, чтобы я эти карты больше не утащила, вообще на самом деле как бы энергия белая карта, если все-таки мы тут немножечко по нумерологии, для того, что-то такое, что-то у нас белая карта, это быть надо, понимаете, быть надо, над законами, возможно на ситуацию смотреть со стороны, но не вовлекаться, понимаете, я, честно говоря, плохо читаю белый, карту, уж тем более в этой колоде, потому что я просто не совсем понимаю, как применять ресурсы, которые она дает, потому что в моей жизни белые карты, ну люди, да, с вот этим, я называю синдром белой карты, они такие, прям, знаете, самодуры, и они не советуются, вот, и с одной стороны, вот этот король мечей, и вот эта белая карта не советоваться, но хорошо, но для партнерства, вот это тихушничество, это когда тебя ставят перед фактом, не есть хорошо, а вот скорее всего, в нашей самооценке, для того, чтобы ее поднять наверх, нужно принимать какие-то очень важные решения, с кем-то не советуюсь абсолютно, да, то есть, я так хочу, я так делаю, мне это радость доставляют, а почему так, а не иначе, потому что я так хочу, потому что я так хочу, ну, собственно, мы пока боимся, да, идти в свои хотелки, чем боимся, по-жазу, я хочу же, а, мы боимся, короче, что признают, наше право на то, что я ничего не хочу тебе объяснять, просто я тебе ничего не хочу объяснять, я знаю, я знаю, что там наша жрица, да, потому что в этом случае, просто жрица воспринимается, как некий самодур, да, то есть, почему ты не объясняешь свои какие-то решения, потому что я так знаю, это я как-то, тоже вот с психологиней своей знакомой разговаривала и спрашивала, кем она больше меня видит, ну, со стороны, потому что, как бы, она там знает мои процессы, да, там, знает там мои проекты, знает, в какой технике там я, там, общаюсь с аудиторией, обычно, вот, но она, и как бы, она мне сказала, что это больше похоже не на наставничество, да, а на менторство, нет, все-таки предполагает вообще, что если я выстраиваю какую-то структуру, я прям сильно не объясняю, почему именно так, потому что менторство предполагает авторитет, исследователь, ты на равных, я, скорее всего, буду отходить от этой позиции, потому что я понимаю, что прям реально люди на голову садятся, наставник, это, наверное, те функции, которые сейчас дед выполняет, а менторство, это, наверное, про наработанный авторитет, и что я хочу сказать по второму варианту, вот это про уже наработанный авторитет, поэтому поднимаем самооценку со дна океана, смотрим в зеркало, да, и видим все-таки уже сформировавшегося, наглого, хитрожопого, дальновидного короля мечей в своих глазах, можно королеву мечей, но она не выпала, понимаете, у нас король мечей, у нас, скорее всего, очень мощный ментал, такие, да, хорошие янские энергии, я сказала, я не сделала, I mean what I say, вот такая позиция была, по второму варианту, я как раз, когда настраивалась на расклад, там дома еще вот у себя, там ливень, там пью кофе, понимаю, что как бы скоро ехать, да, что-то вам прикольное снимать, и слушала подборку, подборку, а там был как бы рэп и, ну, зарубежный такой, не русскоязычный, это важно, и как раз там такая была фраза, которую я себе перевести на русский, она означает, пацан сказал, пацан сделал, понимаете, вот все знаки вселенной вообще, что меня сначала вот это подсветили, а я это увидела в раскладе, да, то есть вот такой человек, авторитет сказал, сделал, я отвечаю за свой базар. Конечно, сейчас у меня пойдет такой грубоватый сленг уже, да, на такую как бы тематику шансона, но в принципе, наверное, вот ваши энергии немножечко такие, да, как это сказать, гупофеи вообще, по-моему, не понимаете, это особенность вашей самооценки, потому что, ну, я же себя отвечаю, то есть я себя здесь знаю, я себя здесь прощупала, я знаю, что вот так вот, это достаточно жесткая такая метрская позиция, вот возьмите достаточно жесткие, да, там руководители, которые выращивают в себя команду, да, здесь есть ощущение, что вы жесткий руководитель, но зато вы очень эффективны, вы реально очень эффективны, вот такая позиция была по второму варианту. троечка, ну что, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами, ой, у меня там дождь уже прошел, к сожалению, так хотела вообще прям почилить в ливень, вот видите, вы мои какие солнышки, взяли, вытащили мне солнце, по третьим вариантам, ой, понятно, что вы, конечно, будете смотреть меня в разное время, в разных часовых поясах, в разных уголках нашей прекрасной планеты, я там еще бесконечно рада, что аудитория с разных сторон света, можно так сказать, очень приятно, ну что, давайте, работаю на хоррор, на прямых позициях, может быть, если понимаю, что надо, чуть-чуть ассистирую на колоде деда, но не обещаю, что он там обязательно даст как бы совет, но мы, конечно, попросим, но это же дед, завтра в Валенте не хотел давать, ну, именно такой энергетический просто колодок, не совсем дружелюбный, смотрите, вот эти три карты нам рассказывают про вашу тогдашнюю, да, самооценку, тогдашнюю, господа филологи, вытираем кровь из ушей, потому что я скажу сейчас еще одно гадкое слово, а сейчас вот эти три карты покажут нам какую самооценку, правильно, сейчасшную, тогдашнюю, и сейчасшную, и ешная, и ешная, да, ладно, это было, возможно, мы в этом немножко подзалипли, что было раньше, вы очень тревожно-мнительные, потому что здесь как бы карты эрофанта предполагают, что вы действительно подвержены чужому влиянию, ой, возможно, немножечко бесхребетные, безвольные, или чересчур гибкие, потерявшие позвоночник, то есть остов, может быть, свои личные опоры, да, опираетесь на опоры других людей, или, например, помогаете создавать им опоры, забывая про свои, опять же, да, позиции раненого лекаря здесь тоже может просматриваться, если бы мы еще с вами рассматривали архетипы тени, вот такой вот эрофант у нас, переворачивайся, он колесница или нет, но нет, свое мнение, и, скорее всего, если вы, допустим, проходили арканы, 100% по третьему варианту вы застревали в шестом, потому что это очень важный аркан, он все-таки про то, что первый раз мы учимся выбирать сердце, но это реально для многих первый раз, потому что у нас включается голова, да, и мы вообще забываем про этот зеленый огонек, да, там, зеленоглазые такси в области, а на хате на живот еще зеленый подсвечивает, вот, и очень сложно пройти в колесницу, потому что она тебе выносит, знаешь, как, выносит дребезги и размазывает, а тогда, когда ты понимаешь, что ты тупо следуешь чужим желаниям, тебе казалось, что это твои. Сейчас приведу пример, смотрите, пара, там 15 лет брака, и, собственно, у них успешный сельскохозяйственный бизнес, ну, я не знаю, что, может, кроликов разводят, может, еще что-то, и там мужчина как бы абсолютно еще, а, и там пятеро, шестеро детей, короче, да, и там мужчина абсолютно счастлив, потому что это его реализация, он чувствует себя мужиком, там, отцом, пестеро детей, вот такое все, она всегда мечтала о другом, ну, она его полюбила и решила, что вот, собственно, она будет следовать за ним, и через какое-то время она понимает, что это ничего не ее, она ничего не хочет, ни кроликов этих сраных кормить, простите меня, да, пятеро детей, это, конечно, здорово, но, например, она там, не знаю, хотела быть этим, не знаю, карьеру какую-нибудь строить, или помните, как в отчаянной домохозяйке, когда была такая рокировка, забыла эту девушку, которая работала в рекламе, а потом муж ее посадил с близнецами, на работе оказался неэффективной, и было такое, как бы, что они потом поменялись местами, да, и как круто, значит, она там выстроила себя, короче, на карьерном пути, и как бы, как все время были у них ссоры, потому что он такой, хера себе думать, сидеть с детьми, вот, и понимаете, вот, это как раз позиция такая, что мы когда-то следовали чужим желаниям, мы делали так, как хотели другие, поэтому наша, вот эта колесница, она снесла непонятно, в каком направлении, то есть это не наш путь, это не наш выбор, это просто у нас, не знаю, воровали энергию для достижения своей цели, это эти девочки, мальчики, которые приходят ко мне на личное, и говорят, Аня, я задолбалась кормить ресурсом своего придурочного мужа, который, в принципе, как бы ничего развиваться не хочет, потому что зачем, его все устраивает, да, и потом, соответственно, когда эти все громкие разводы, через там сопли, слезы, отъем детей, имущества и так далее, ей так хорошо, потому что она восстановилась, там, через молодых любовников, может, спа, может, с девочками, там что-то, потому что девочка, вот эта терапия с подружками, она очень круто прям лечит, да, бывает такое, что заменяет психолог, а у него все посыпалось, потому что он тупо паразитирован на ее ресурсе. Ну, опять же, вопрос, почему она решила его как бы отдавать. Вот, понимаете, вот это вот как бы ваша прошлая самооценка про то, что вы действительно подпитывали чужое желание. Слушайте, нет, конечно, если вы раскрывали чужой потенциал, а вам за это потом как бы прилетали какие-то плюшечки, потому что вы это для себя прописали, да, что-то типа мое предназначение, миссия, там что-то, помогать людям. Я от этого прям кайфую, это да, но есть ощущение, что нет. Иначе колесница, ребята, она была бы в прямой позиции, но нам пространство показывает, что что-то пошло не так. Что с колесницей-то с нашей было? А вот тебе, пожалуйста, короче. Мы сами перекрыли себе, понимаете, мы сами себе перекрыли другой образ жизни, то есть мы себе погрузили в вечную, перманентную пятерку Пентакли, понимаете. А в тот самый замок, по-моему, я там медитацию давала, помните, где действительно непонятно, что происходит во тьме, и там нет энергии, там у тебя еще нет депресса. И тебе из этого нужно себя вытаскивать. А каким образом ты будешь себя вытаскивать, да, через тем, что ты будешь кормить, как тебе кажется, короче, ту лошадь, на которую ты поставила. А лошадей на переправе не меняю, да. Знали глазки, да. Как это? Кого выбирали, да, теперь ешьте хоть по власти. Ты типа сама ответственна за свой выбор, вот так вот, да. Конечно, ты ответственна, слушай, ну ты же вправе его отменить, а что такое? Ну ты берешь личную ответственность, говоришь, не, меня не устраивает, все, хорош вообще, я хочу свободы от своих вот этих вот тараканов и загонов. Ребята, тараканы, да, я не буду вас больше чаем угощать, все, портал, короче, закрыт, пожертвовать диваном, выносите диван, короче, живите там, но не на моей там территории. Все, голова очистилась. Нет, тараканы, конечно, захотят как бы диван тебе в голову или раскладушку обратно занести, но мы-то знаем, чем их травить. Пусть они заносят его в голову того, кого ты ресурсом кормишь, может не против, то правда, давай вернем это все. Получитесь у котов, да, то есть от вот этого навязчивого, что мы же на самом деле что хотим животных потискать, нам как бы возможно энергии не хватает. И он такой, не, не, что ты мне вампиришь-то сейчас, мать, что ты мне вампиришь, не, я когда захочу, там я тебя подлечу, да, я тебе там помырлыка, еще что-то. Ну сейчас ты насильно, ты что от меня вот это забираешь, или там ласку мне насильно пытаешься причинить, нафиг. А нам кажется, что как бы если мы его кормим, мы его хозяева. коты всегда наши хозяева. Это они нас дрессируют, а не мы их. Вот собственно, мне кажется, человек, который заводит кота, это про внутреннюю потребность, чтобы тебя дрессировали, да. и внутреннюю потребность, обрести ментора, который научит тебя любить. Потому что ни один коуч тебя не научит любить себя так, как кот. Ни один вообще. Ни одна телка, которая позиционирует, что ты через неделю станешь роскошной богиней. Вообще вот, нет, кот. Кот, который чувствует себя в твоей квартире, как дома. Позволяет тебе жить просто на своей территории. Терпливо, да, ожидая, когда ты съедешь. А мы что? А мы ресурсы коучим. Ну, каким-то вообще вот на сторону просто. А потом у тебя нет сил. Ты лежишь такой вообще бесил в этом замке, да, в своем черном. Потому что у тебя уже даже нет сил, чтобы оплатить электричество. Да тебе уже не надо. Ты настолько выгорела. А раньше сама прям подпитывала, да. Электричества не надо было. Вставала, заряжала еще как подстанция весь замок, где светился. Короче, на 3500 километров там баллы постоянно движ, движ, движ какой-то. Но они те выжжали, понимаешь, и все, этот замок не интересен. Они пошли следующий искать. Просто вот такие эти. Немножко таракашки-потребляшки. Потребляшки-таракашки. Порода такая. Что еще с самооценкой? Ну, понятно. Ну, понятно. И, собственно, за счет твоего ресурса там все вот это богатели, да, мужики там каких-то стремных теколок находили. Ты же такая классная, хорошая, так за ним ухаживала вообще. Чего ему еще не хватало? Борщ был, секс был, носки чистые были, рубашки отпаривателем там поглажены. Чего тебе не хватало еще? А он на тебя смотрит, ты его не зажигаешь. Ну, потому что ты вот отдала ему все себе. И он находит какую-то там овцу малолетнюю, да, которая просто веревки из него бьет вообще, да, и он прям такой весь спасатель, герой, сразу прям, знаешь, это... И похудел, испорзал, стал ходить, короче, побрелся не для тебя, а для кого-то. И тебе прям жизнь показывает, что вот если ты базаришь свои ресурсы драгоценные, извини меня, мы живем всего сто лет, девяносто, но при условии, что с болячек никаких там не будет хроничную психосоматику, не заработаем, да, или не будем вот эти все обиды копить, которые все в онкологии потом, ну, к сожалению, да, перерастают. Но это как один из вариантов психосоматики, диагноза сейчас не ставлю. Вот эта ненависть, обиды, разочарование, уже все прям копится. Понимаешь? Ну, почему-то кажется, таки ведьмы же живем вообще сто пятьдесят лет. Чего бы вот это вот на правое налево это все не раздать? Да? Почему мне не превратить свою жизнь в какой-то донорский пункт и быть просто тупо чьим-то кормом? А ему придет потом нормально и хорошо. А ты живешь в этой ненависти, стареешь, бледнеешь, понимаешь? И теряешь свою женскую силу. Вот это у тебя было по третьему варианту. Вот этот звездец у тебя был по третьему варианту. Или сейчас. Сейчас посмотрю, осознаешь вы еще, чтобы это вышло уже из вот этого всего состояния. Я, кстати, раньше вот в этом состоянии как раз девочкой приходили, и, знаете, болталки наши и так далее. Мы еще смеялись над тем, что раньше были пингвины, да, и такая драма, драма, драма. Но спустя время, короче, мы немножко троллим, да, всех этих девочек, которые залипают на своих пингвинов. Ну, жестко достаточно бывает. Ну, потому что сами, вероятно, из вот этого все выросли, да, из состояния драмы. Кого могли вытащили, слушайте. Было такое, что прям действительно мне приходилось за руку тащить. из пропасти. Ну, теперь я рада, как бы, что эти люди со мной не в состоянии, там, что благодарности, поэтому я там с вами остаюсь. Нет, потому что вот мы прямо на равных. Потому что я показала потенциал, они его взяли, открыли им, кайфово. Я не понимаю, как оставаться на этом уровне. Поэтому я вас всех помню, люблю, кто со мной там с самого начала. Кто-то уходит, потом возвращается, понимаете. Люди-то, конечно, меняются, но вот все те, кто с самого начала, я все эти истории помню. Я помню, какими они приходили, какие они сейчас. Я, когда читаю ваши комментарии, как бы, я вас не знаю, но при этом я же немножко цепляюсь, как бы, глазами за ваши ники. Вы же, к счастью, не сильно меняете, я тоже смотрю, как меняются ваши судьбы и ваши истории. Поэтому, может быть, вы, конечно, уже вышли из этого состояния. Сейчас гляну. Возможно, у кого-то переходный вперед. Если вам совсем кажется, что я вас раскатываю сейчас, ну, хочу сказать, что я была в таком состоянии, знаете, там вообще приятного мало. сейчас я понимаю, что мне, какое необходимо мне количество ресурса, да, чтобы туда не скатываться, чтобы, не дай бог, вот это вот не дать себе слабину и вдруг там по наклонной. Ну что? Ну, поскольку вы себе в какой-то момент поставили крест, возможно, да, где-то на личной жизни, где-то на коммуникациях, потому что мне сейчас показывают переходный период, это отшельник. Отшельник, знаете, такой момент самокопания, это когда ты условно ищешь сокровище своей душе. Ну, мне так нравится прям его читать. И, возможно, конечно, сейчас вот состояние, что мы немножко нелюдимы, странненькие, такие шизнутые там на голову, ну, извините меня, тараканов, таракашек-потребляшек, да, мы из головы вынесли, теперь там пусто. Понимаете, опустила без тебя земля, да, как мне несколько часов прожить? Это мы про наши тараканы поём. Нет, реально прям смотрите переход наперёд, потому что по пажу жезлу всё-таки энергия появляется на новое, именно потому, что кто-то из моих прекрасных девочек и мальчиков таки вошёл в энергосберегающий режим и повесил, значит, на донорский пункт табличку закрыта. Понимаете, а к вам вот эти вот таракашки-потребляшки всё время приходили с жестяными кружками, да, на пожрать, пожрать, отщепнуть вообще хотя бы что-то чуть-чуть, потому что у них нет того качества, они не могут это вырабатывать, вот это всё, этот бенз, я не знаю, этот чистый, там, не знаю, некупажированный что-то, виски-кола, да, я уже не знаю какого качества вашей энергии, вот, но что-то вкусное очень, очень вкусное. В какой-то момент вы настолько себе, блин, обесценили, что перестали считать, что это вкусное, да, и вы вот, ну, реально как это, вот, это было классно и качественно, но это вот такое выгорание, да, что, где-то подсознательно вот стали считать, что ваша энергия это водичка доширака, понимаете, даже не кипяточек там, потому что пользоваться весь какой-то от него, вот это жирная химическая водичка из доширака, которая реально доступна. Вот, вероятно, тогда, когда вы решили, что водичка вот из-под вот этого доширака, да, вот эти вот персонажи, которые действительно, она, были на каких-то движениях там с вами, да, что-то в развитии, короче, стали искать что-то на стороне новое, да, свежее, да, все-таки, а вот тут все подпрокисли, винегрет, который скис. Поэтому, да, ушли, короче, в отширниках, стали, вероятно, мусор выгребать, вот эти, выносить огромные коробки с этим хламом, которые накопили ваши тараканы, понимаете, жильцов мы выгнали, а вот это говнище, это срач, который они развели, вы только начинаете выгребать. Конечно, предстоит и ремонт, короче, дезинфекция и все это, да, и новая мебель, интернет там, ну, вот, но сейчас, на данный момент, у вас такой период выгребания хлама из башки. Возможно, у кого-то уже косметический, да, но, по крайней мере, вам нравится это делать. Скорее всего, возвращайтесь, как бы, вот в это ощущение, забытое, по пажу жезлов. Что за ощущение? Мы потихоньку начинаем себе позволять, ну, как-то дюймовочка, да, маковую росинку. Кстати, здесь вот мне прям наглядно показывают, ну, часть расклада, как вот эту сказку, потому что, помните, сколько жрал, короче, крот, а ее взял в жены, потому что она выгодная. Потому что она там питалась, да, этой маковой росинкой. Так вот, собственно, знаете, наверное, это очень обидно, когда тебя берут в жены, потому что ты выгодная. И между тем, как бы мечтаю тратить деньги на невыгодных. Да? Если это не про деньги сейчас, это про эмоции, а выгодно, потому что хороший, покладистый характер. И, собственно, когда вот я вот это слышу, например, вот про себя, потому что мне вот очень часто говорят, что хорош, или вот такой я тебя люблю, или тебя хочется похвалить. Я понимаю, что это такая адовая манипуляция, что мне человеку хочется вцепиться в лицо. Но, к сожалению, мы живем в цивилизованном обществе, я могу понести за это ответственность, но я понимаю, чем это пахнет. То есть понятно, что это, видимо, какой-то момент непроработанной травмы, когда там на мне ездили, да, может быть, это тоже ваша история. Потому что, если бы травмы не было, я бы как бы мимо прошла бы и все. А тут меня прям триггерит. Потому что я понимаю, вот для меня это реальная манипуляция. То есть будь такое, как я хочу, и тогда я тебя одобряю, условно, даю любовь. Да? Я тебе что, собачка вообще, дрессировать меня тут будешь? Ну, может быть, тогда в твоей ценности, а для меня как бы, ну, нет, нет как бы в твоей любви ценности, если ты ее же отравляешь. А я считаю, что ты ее отравляешь, если ты мне эту любовь даешь с какими-то условностями. Я же тебе просто так давала. Понимаете? И получается, как бы что, у нас же тоже нет прям ценности любви там наши, да, чувства. Этой эмпатии всей, вот этой нежности. Мы же готовы это все просто так, что в этом ценности нет. Особенно в чувствах любви, эмоциях другого человека для нас так много ценностей, что мы хотим это заслужить. Да, то есть твоя любовь, она более ценна, чем моя. А мне она только жизнь портит вообще. Я ресурсов же мне не вижу. Мне такой прям, не знаю, хочется оттолкнуть как от от себя, от что-то, такое неприятное. Это было. Давайте смотреть, что сейчас. У меня ощущение, короче, что по всем трем вариантам вы купили себе расклады. Потому что по всем трем вариантам показывают изменения. Это значит, я реально ли чем говорила, то, что прям приехал в такой прям поганом настроении. Да потому что я на самом деле ненавижу, когда у меня ворубит мое. Ну, пусть как бы даже в каком-то ментальном плане. Ну, хотя там не совсем ментальная история. А сейчас, когда я делаю расклады, мне действительно интересно, вот моя работа, вот эти вот все мои болталки, наши болталки в телеграммах, проживание арканов, они действительно запускают изменения в жизни? Или это просто вот все громкие слова? Пространство показывает, что офигеть какие. У меня вот реально ощущение, что я стою на горе, да, и вот смотрю вот на вот эти вот все масштабы, и у меня прям вот эти мурашки. Потому что офигеть какие. Смотрите, из вот этого состояния она уже показывает, да, пятерка Пентакли перевернута, это чашковая королева. Что сейчас у нас, да, вот ощущение все-таки, что мы чашковые все-таки, о, это что такое? Чашковая королева, маг, загадывайте себе, какая будет там карта. Она нам перекроет? Или все-таки раскроет и дополнит? Вы молодцы. Вы очень крутые. Я даже не знаю, какие вам брать советы, потому что вы стали избирательными. Вы стали реально избирательными. Мало того, что мы сами понимаем, что мы не доширак, ничего не имею против, потому что периодически хочется. Но ты не будешь быть есть, каждый раз, когда у тебя есть возможность, съесть другую еду. То есть мы это едим тогда, когда нам нужен перекус, когда у нас нет совсем денег, энергии, там, да, ресурсов. Вот, нам нужно хотя бы, то есть это еда выживания, да, по сути. А нам это уже невкусно. Нам не интересно выживать. Нам не интересны люди, которые нас не развивают, не наполняют, да, не дают нам ощущения обмена. Потому что нам нужно больше. Нам реально нужно больше. Нам скучно. Нам скучно. И это нормально, что нам скучно. Это как раз вот это ощущение некой такой неудовлетворенности, да, чуть-чуть. Хочется больше. Хочется ярче. Хочется, возможно, выкрутить внутренний вот этот огонек яркости на максимум. И при этом тебе не обязательно это делать внешне. Понимаешь? Ну, кому-то внешне как раз хочется. Там ярких цветов, эмоций. Сейчас посмотрим, почему же у нас подпорки слоэнергией сейчас, да, по четверке чаши. посмотрите, как мы сильно хотим вот этого, да, фейерверка, расширение возможностей, я не знаю, красную ковровую дорожку. Кто-то хочет вот эту всю многогранность вот этой женщины. Ну, в смысле. Что может обостряется с точки зрения психосоматики? Это говорит о том, что нужно обращать внимание, это вся история по-женски. Поэтому как бы это же нужно все выгулять активно. Здесь действительно может наблюдаться, да, либо как бы повышенный сексуальный интерес, либо желание прям, не знаю, какой-то секси-фейса, как состояние такое внутреннее. Быть хозяйкой территории. Кстати, есть медитация, это не моя медитация, это медитация одна из наставниц моих. Как раз на расширение возможностей территории, на то, чтобы почувствовать, что мы действительно сами создаем правила игры. И плюс это еще закрепляется через макияж, как трансляцию такую на лпшную. И это вот как раз вот эта история, понимаете, что хочется быть какой-то дикой кошечкой, может быть. Хочется вот быть хозяйкой, которая следует свое пространство, да, и она сама наводит порядок. Ну, то есть, вот в какой-то момент хочется быть хозяйкой своей жизни, и вот это уже начинает из нас лезть. Мы это боимся. И, собственно, и начинаем с вами себя бить, короче, по энергетике, да. Типа не лезь там, не высовывайся. Вот, пожалуйста, тебе четвертый чаш. Что еще интересным в жизни происходит? Короче, то, что я сказала. Ну, хорошо. Кстати, вот у одной торологини я видела пост, как читать на Таро, короче, близость там, да, всякую разную, кармическую там, на одну ночь, и все там что-то. Ну, вот нам, кстати, это показывает, что сейчас у нас какой-то какая-то темная богиня сексуальная появляется, и что же, да, собственно, готова преподнести судьба, если мы не будем отказываться от ее даров. Вообще, смотрите, если вам это, опять же, важно, это отношение на постоянной основе, да, с мужчиной, который вас удивляет, в том числе, через многообразие креатива в вашей жизни, ну, приятного такого. То есть, это человек, который может, например, там развивать несколько финансовых источников, он может быть, там, не знаю, искусным любовником, потому что вам вот так вот скучно уже. Вам действительно скучны там миссионерские позы, к примеру, да, или какой-то зажатый мужик, закомплексованный там бывшими женщинами своими. Что-то хочется, вот чего-то нового, да, как-то вот мы стали себя вот как-то раскрывать, мы стали, возможно, там, я не знаю, какие-то хотелки там свои, да, ну, материализовать в реальность, и нам вот хочется большего, поэтому, в принципе, смотрите. Тут, конечно, связанный рыцарь Пентакли, но между тем очень хорошее значение. Но тут все-таки больше про то, что мы можем перевыбрать из вот этих вот, да, таракашек, вот, непонятных, да, и вот мы считали, что вот мы только вот этого достойны, это был как бы прежний наш выбор. Посмотрите, как нам показывают вообще, как мы можем все-таки менять реальность. Ну, еще, кстати, здесь может немножко голод и жадность просыпаться, как в анекдоте, да, про яблоки, да, сколько яблок съем, да, говорит, а вагон яблок съешь, говорит, вагон не съем, ну, что, говорит, не съем, то поднаткусывают. Вот этот хочется поднаткусить как можно больше, да. И вот на этой прекрасной ноте у меня в голове звучит этот гнусавый голос, этого Стаса Михайлова, который вот это поет, да, все для тебя, рассветы и туманы, и моря и океаны, и вот такое вот все. Поэтому, слушайте, девчоночки мои, то есть на самом деле, может быть, вы, если хотите перетянуть в свою жизнь вот такого щедрого персонажа, вполне возможно, вам нужно этого Стаса Михайлова слушать как саблиминал. Слушайте, я таких ребят не особо слушаю, но мне тоже как бы вселенная подсветила, я этот, сходила тут недавно в свой этот любимый салон красоты, он такой как бы небольшой, достаточно бюджетный, такой он мне нравится, потому что ко мне там относятся прям как семья, знаете, девочка мне брови делает, у них там саундтрек, короче, Джонни, а он же такие все эти романтичные песни, короче, поет, и она подпевает, я прям приот, короче, а у меня же как бы про деформацию, такая, я говорю, что, говорю, романтики в жизни не хватает, ну и она как бы рассказывает о том, что да, всегда ей нравились вот эти вот все парни, которые про романтику, вот, но мама на концерт не пускала, я говорю, а сто процентов на Джоне ты была, такая, да, два раза, я говорю, ну все, девочка моя, ты выросла, ты можешь себе позволить любую романтику в своей жизни, ну вот как-то так, понимаете, поэтому слушайте, если вы действительно хотите там притянуть какие-то красивые отношения, ну послушайте каких-нибудь этих, как кто там вообще хорошо поет там, этот хороший парень, да, по фамилии Мразь, да, вот этот Джейсон Мразь, который, да, он такой хороший парень, такая фамилия, ладно, это все шутка, это просто мы как-то троллили все, понимаете, у кого-то Стас Михайлов, у кого-то еще какая-то история, ну короче, смотрите, вам действительно нужно найти какой-то, не знаю, там фильмы, может быть, какой-то контент, где прям вот мужчина, прям женщину на руках носит, чтобы понять, как действительно вселенная может вам отсыпать, прям прослезилась, а дед говорит, мне надо прям мужиков упоминать, потому что они от этого дуреют, короче, я тут не могу не упоминать, потому что здесь, вот если мы пошли на расширение, извините, мне хочется всего и сразу, да, реально хочется всего и сразу, ну окей, а что вселенная сейчас нащелкнет по носу или скажет, все хорошо, все хорошо, за нами наблюдают и нам дают энергию, самое главное, и возможность получать вот эту энергию, нам источник дали, открыли, аминь, понимаете, нам источник открыли, как ты делал расклад, потому что даете вдохновение, радость, наверное, его можно найти, пересмотреть, потому что вам вот эти вот штуки опять нужны, понимаете, нам нужно вот это все активировать с вами, но пока мы, там, вселенная где, дай мне уже, да, то есть мы с протянутой рукой, короче, мы с протянутой рукой, потому что все-таки призрак вот этой пятерки Пентакли, он у нас как бы перед глазами, да, и мы начинаем, блин, торговаться по этому повешенному, потому что где-то мы по повешенному не понимаем, да, как же нам все-таки уже посмотреть на этот мир, чтобы что, потому что мы очень боимся продолжения, мы же не понимаем, что там дальше, ух ты же, блин, почему мы так сильно сопротивляемся, что мы так сильно боимся впустить в свою жизнь, что-то положительное или боимся, что что-то, что-то испортит, ну, а, короче, смотрите, здесь, значит, была такая ситуация, то есть рассказываю, если это касается М, Ж, да, отношений, и если это касается каких-то коммуникаций, где восприедали, вами пользовались, короче, об вас вытирали ноги и, короче, устроили вам персональную пятерку пентаклей, вам почему-то кажется, что все не одинаковые, но вы поймите, как бы, что это только ваша точка зрения, ну, сейчас на данный момент, блин, реально точка зрения, давайте уже вот это все пересоберем, потому что реально, вот мы говорим, эй, девочки, такие все индивидуальные, вот мы как снежинки, потому что снежинки все отличаются, а мужики что, нет, почему мужики одинаковые, а мы все разные, приехали, почему мы считаем, что что-то хорошее не для нас, да, что если человек к нам хорошо относится, то он потом все равно этого абьюзера, как бы, да, проявит, что мы хотим понять через абьюз, который притягиваем, ясно, короче, потому что мы на самом деле сами абьюзеры, вот, или, или тут без вариантов, где еще кого мы абьюзим, да, короче, сами себя, потому что, по сути, у нас уже есть энергия на то, чтобы из этого все выйти, чтобы переписать сценарий, мы все равно ищем, короче, какие-то, мы закопались, понимаете, в этом все, давайте уже, вылазить из ямы, потому что уже одна голова торчит, вы слишком заземлились, ой, чего выходить-то из этого не хотим в состояние-то, а мне, ну, вот все, пожалуйста, мы не знаем, как, мы не знаем, как, она тебе говорит, я не знаю, как привлечь другие возможности, там, других мужчин, что-то другое в свою жизнь, слушай, тебе не нужно знать как, тебе нужно просто закрыть глаза и довериться, все, в твоей пятерке Пентакли нет энергии больше, забирай, пожалуйста, оттуда, свое и уходи, вычеркни себя из пятерки Пентакли, не ассоциируй себя с ней, считай, что это было просто, не знаю, симулятор, да, давай, ну, просто это был симулятор, ну, твое время там закончилось, ну, свет включился, это вышло, все, как-то, это была игра, которая тебе там, для чего-то нужна была, да, для принятия своей самооценки, ты это выбрала, вот, ты видишь, котик, у тебя пятерка Пентакли, пусть она же перевернутая, но это же хорошо, что она перевернутая, десятка чар заменяются, все, ты должна была через ненависть к себе, да, познакомиться, ну, с любовью к себе, со своей радостью от жизни, со своими возможностями, да, со своими границами и масштабами, вот так вот, то есть, скорее всего, твои крылья отрастают, только если их отрубить, ну, тоже, видимо, какая-то установка была, хорошо, ладно, что посмотрим-то сейчас, я еще могу сказать, что вот на тебя сейчас люди активно залипают, знаешь, чем мы не посмотрели, как те люди, да, воспринимают, то есть, я немножко рокировку сделала, как вселенная, почему мне вселенная не дает, о, хорошо, ладно, а люди, как тебя воспринимают? А что ты им должна, что ли? Ты что им, кармический должник? Слушай, вот смотри, здесь есть плюс и минус, минус вот в том, что я тебе сейчас озвучила, что они такие, знаешь, с открытыми ртами смотрят на тебя, и считают, что ты им там зернышко маковое, да, просто дашь, или как боженька научишь этот, рыбу ловить, не, ну, не рыбу ловить, короче, а ты для них ее наловишь, а вот плюс, я, девочка, ну, из наших болталок, с кем-то еще делилась, нашла видео, где девочка рисует, рассказывает историю Бабы-Яги, но это не ее личные наработки, это немножко такое красивое конспектирование книги про, про исторические корни русской сказки, там очень круто про Бабы-Ягу, что вот она проводник в мире мертвых, и, ну, мы, конечно, уж не будем прям вот это все, историю там, прям мир мертвых, ну, реально люди считают, что вы проводник, кстати, но вас ведьмами видят, понимаете, ведьма, ведающая я, потому что, знаете, чувство, что вы силу от земли, возможно, берете, или вот эти, вы понимаете, тайные знания, которые переводят вас на новый уровень, или уже перевели, то есть, они смотрят на вас, да, блин, да, по-любому ведьма, вот по-любому ведьма вообще, вот кажется, что человек нормальный, он, блин, колдует, он колдует, вообще колдоваха какая-то, да, то есть, на самом деле, у меня при взгляде на вас, как бы, проявляются, да, людские страхи, серии, что вот по-любому, это же женщина с низкой магической ответственностью, я ее боюсь, понятно, и вас сильно боятся обидеть, энергетика меняется настолько, что, скорее всего, вы либо любовью обволакиваете, да, либо вот этой своей такой прям энергетикой, смотрите, прям, прям голову сносит, что с вашей энергетикой расскажите, расскажите мне, посмотрите, какая она крутая, как она прям, смотрите, такое ощущение, что мы, как правило же, получается, энергетические изменения, еще же можем замечать через тело, да, и вот наша энергетика выстраивается, как бы, вот то тело, которое созвучно нашей энергетике, знаете, девчонки, то есть, это вот та история, когда на самом деле девочки молодеют, когда энергетически себя меняет, кто-то точку сборки повышает, кто-то просто чистит там себе вибрацион, кто-то говорит, что она такая молодая, что она так классно выглядит, она что, ведьма, потому что, потому что, я на канал Нейро-Ведьма подписан, Нейро-Ведьма заряжает даже термальную воду для лица, понимаете, потому что я считаю, что если это работает, это надо пробовать, тем более того блага себе, никому же не станет дурно, если я там на термальную воду там заговорю, что вот с каждым этим шиком, да, я становлюсь моложе, красивее и так далее, я же никого ничего не забираю, а у Вселенной много, она меня отсыпет, просто, потому что я есть, понимаете, энергетические, очень крутые изменения, я не знаю, что он поднимает самооценку, у вас нормально все, сейчас я, конечно, у деда спрошу, сейчас горит, ну короче, иди поднимать самооценку, а он такой, я пират, и ты пират, вместе мы фруктовый сад, все, с вас 5000 рублей, да, консультацию психолога, короче, короче, есть ощущение, что, знаете, там, у природы нет плохой погоды, да, там, каждая погода благодать, там, дождь и, чуть не сказала смерть, дождь и снег, в любое время года, надо благодарно принимать, а потому что, на самом деле, продуманные практики знают, что означает десятка мечей, и продвинутые, и продуманные, потому что это не что иное, как все, как решение твоей жизненной проблем, трансформация, вот ощущение, знаешь, как это просто отсечение какой-то старой жизни, вот, это так все красиво, что я это все сфотографирую, можно? Ладно, давайте так, я это все обязательно сфотографирую, короче, умилюсь миллион раз, вот, но сначала я с вами попрощаюсь, пусть вот эта красивая картинка останется в кадре, нет, вам не надо повышать самооценку, она нормальная, адекватная, ну, по крайней мере, у тех, кто меня смотрит. Все, с вами была я, ваша нейроведьма. Субтитры создавал DimaTorzok